здравствуйте мои дорогие друзья меня зовут Алла и я с вами на своем канале Алла Тарот мы находимся у меня дома в моей комнате здесь я монтирую это мой компьютер это телевизор мой и так что я хотела сегодня вам сказать во-первых я хотела поздравить всех всех вас всех россиян всех людей кто жил в ссср таких как я тех кто был в союзе при союзе и раньше конечно же мы все праздновали день военно-морского флота и советской армии но сегодня празднует тоже россия также день военно-морского флота только россии но это не значит что мы забыли про этот праздник хотя мы уже 30 лет справляем свои праздники наши национальные праздники праздники нашей республики вот но не забываем и наверное это будет никогда невозможно забыть те годы которые мы прожили при союзе социалистических республик да хорошее было время а может быть и плохое время но мы тогда были другими мысли были другими и жили по-другому конечно сейчас время другое это во первых во вторых я хочу вас поздравить и себя с тем что наконец у меня 4000 подписчиков ура спасибо вам друзья что вы смотрите мои видео что вы мне пишите спасибо вам за то что говорите где что поснимать я конечно бы с удовольствием могла и там и там и там снимать но пока к сожалению от обстоятельств обстоятельств которые у меня сложились дома вот когда мужу хорошо то я бегу снимать когда немножко приболеет то я уже и не снимаю поэтому друзья извините пока но моя душа с вами я бы и там и там это это показала но к сожалению вот надолго я не могу покидать квартиру надолго не могу покидать своего мужа и поэтому у меня для вас есть одна такая сейчас вещь которую я нашла когда перебирала вещи моего мужа ну мы давно уже конечно переехали и он у меня рак по гороскопу и он любит все так собирает складывать складывать а я наоборот стрелец я такая разбирая разбираю выкидываю разбираю выкидываю вот наконец я добралась до его бумаг ну конечно же он раньше работал в компаниях фирмах там и так далее так далее там есть ненужные уже бумаги я их пересматривала выкидывала и вот кучу кучу бумаг выкинула и тут открывается мне старая сумка раньше древняя предревняя еще наверное в двухтысячных годах она или там двух тысяч пятых годах девятых годах может быть он ходил с ней на работу такая рабочая была сумка у него а он у меня любит так в сумочке и складывать всякую корреспонденцию и вот я нахожу представляете газеты здесь нашла газету это вот наша старшая дочь она главный приз выигрывала но не помню уже по фото что ли фотомодель или что было вот он это все держит сохраняет тут всякие такие вырезки ну и думаю что же внутри и вы не представляете какой клад я нашла я у него кстати спрашиваю а чё у тебя тут сумки он говорит да не знаю какие-то бумаги посмотри хочешь выкини ну по-моему письма отца письма родственников военной ну я такая думаю о интересная тема и вот буквально сегодня представляете стала разбирать конечно я уже покопалась это я не как бы вам показываю не первичок такое уже сложила более-менее письма сама просмотрела для того чтобы вам показать что-то и вот начну с писем конечно такие конверты вы помните наверное при ссср были такие конверты были я тоже отправляла домой конверты раньше же связь какая была не как сейчас смс написал и все сообщение написал и все а раньше такие вот были письма открытки присылали вот смотрите какие ко дню рождения первому мая с новым годом так я любила такие открытки ну наверное не только я до одна такая и вот представляете сохранились у нас такие вещи тут обрывки писем это 56 года письмо там ну я честно говоря письма не читала просто так посмотрела что старые письма такие это писали родственники друг другу моего мужа ну там брат брату писал брат сестре пятьдесят девятый год письмо и так далее конверты конечно я вот хотела тоже показать вам такие были авиаконверты такие вот были кто помнит может быть у кого-то тоже сохранились конвертики а самое главное а я знаете сейчас вам доберусь и покажу что я нашла конечно сссеровский конверты многие помнят куда-то я тут сложила сейчас сейчас найду секундочку так это какой год а а нет это сорок первая годовщина праздник победы вот смотрите самое главное богатство которое я тут нарыла это привело меня вообще в восторг я надеюсь вам тоже это понравится но это выпадает просто уже современные такие поздравительные открытки то что муж сохранил тут всякие как сказала газетные вырезки эти письма я сейчас отдельно просто отодвину чтобы у нас не спутались они да я совсем забыла вот волнуюсь и вот открываем письмо первого попавшееся письмо дата написания письма 23 сентября по моему 42 года это брат брату пишет и жене жене брата вот так писали на наш на что что было на том и писали какой-то колхозов наименование что-то там такое вот так тоже отправляли письма просто марка газетная вырезка печать смотрите было а внутри письмо сейчас посмотрим какого это года письмо оказывается сорок шестого года представляете сорок шестом году могли вот так отправлять письма а я думала уже было в конвертах это же послевоенное время видимо может быть в чем придется в том и отправляли у кого есть такие же письма может быть не только я такая богачка теперь это же наше семейное наследство к сожалению с моей стороны дедушка у меня тоже мамин отчим отец мамин воевали но это все осталось другом других семьях дедушка уехал в другую семью перешел жить первый дед узбек и осталось это в маргеллане его награды все там полностью документы отчим который воспитывал мою маму он уехал в тамбов женился на другой жене после смерти бабушки и свои документы награды конечно же забрал туда а это со стороны мужа его отец писал своему брату у них там по моему трое братьев было и вот они друг с другом переписывались смотрите видите письмо как запечатано было я всегда думала как же эти треугольные письма сворачивались а кассоводка сейчас так и читать так где начало где конец так это по моему вот начало это начало уже вся бумага такая старенькая старенькая но это сорок четвертый год предпоследний год перед окончанием войны отец моего мужа воевал и это письма с фронта он писал так вот еще одно письмо они это смотрите письмо было а а письме вот такое письмо было еще и так отправляли так посмотрим какого года это это 50-го года ой надо же 50 году тоже треугольный я так никогда не думала что в 50-м году такие письма на штемпеле непонятно где тут смотреть дату не видно а это по моему просто срезанное письмо и все дату посмотрим когда написано а это уже из бухары письмо 66 года это срезанное письмо это можно сюда отнести а вот это треугольное письмо это скорее всего военное посмотрите прям вообще бумага такая старенькая при старенькая так здесь не написано нет написано сорок четвертый год да вот брат брату писал печати все как положено так архангельский николай порфирьевич так архангельскому вячеславу порфирьевичу вот еще также кто-то по новее посмотрим дату конечно так это сорок шестой год ну тоже смотрите оказывается также отправляли в конвертиках марки клеились печати и куда надо отправлялись а это интересно какой год это сорок сорок седьмой год тоже а это какого года аккуратненько надо чтобы не порвать это же память и детям останется и внукам правнукам так это какого года то здесь не написано но бумага тоже старенькая совсем почему-то не написали здесь год здесь к сожалению не написан год обычно ставят не знаю может быть знали в каком году но вот в общем марта и также было написано а это что это письмо было полностью видите в маленькой такой оказывается я думала срезанное оказывается не срезанное посмотрим какой год это ухты а это вообще 41 года а это 16 июня смотрите это 41 год 16 июня вот так отправляли письма это еще скорее всего довоенный получается а здесь на штемпеле смотрите стоит 41 ссср я потом конечно это все соберу сложу аккуратненько вложу в конвертики как было чтоб потом уже не потерять ну а это наговоря а вот это у меня самая прям любимая была открытка честно вот так мне вот эта зима нравилась и тройка лошадей и дед мороз прям вот больше всех такие открытки я любила с детства ну это к сожалению не моя открытка а это всем шестом году из бухары мой муж отправлял своему отцу он раньше в бухаре работал начальником бухарского кгб а это с праздником 1 мая было такое были такие открытки да было время а это семья моего мужа отец два брата два дяди и мама мужа а еще а еще самое главное вы не переживайте кстати я это все разберу аккуратненько и переберу уберу в другие вообще места вытащу из этой сумки просто для вас чтобы я вам показала как они хранились у мужа и причем с письмами ничто плохого не случилось прям совсем так могли бы вообще испортиться и вообще потерять мы их могли и самое главное смотрите что я здесь накопала вот какой орден отечественной войны это орден присвоен был отцу нашему дедушке моего мужа вячеславу на каждую медаль и на каждую на каждый орден давали тогда и сейчас скорее всего дают удостоверение вот такая была вещь знак почета пролетарий всех стран соединяйтесь помните да такой призыв был всегда такая медаль наше дело правое мы победили или вот так вот выложить чтобы лучше было видно прям меня гордость распирает а я маленькая была мы так любили у деда нашего смотреть ордена и медали очень прям у него много много было а здесь муж сказал что у отца его тоже было много орденов медали просто это то что осталось что-то осталось у одних дочек что-то у других их в семье было четверо и каждый взял себе понемножку наверное говорит так он ну с его слов а то что у меня говорит это вот то что осталось вот такие вот вещи а вторая папка была уже с медалями к медалям то есть вторая вот открыла я и это книжечки вот каждой медали такая книжечка есть и к каждому ордену архангельский вячеслав порфирьевич малый золотой медали это вот к этой медали видите вот прям надеюсь что и у вас тоже у кого-то сохранились такие медали но даже не надеюсь а я точно знаю что не все перепродали коллекционерам а еще остались у людей медали своих дедов и отцов и прадедов и вот как каждый каждый медальки есть такие вот паспорта а это орденская книжка здесь наверное все уже учитывали орден вставали вот орден вот к нему такая книжка была это билеты комсомольские партийные все это нашего деда вот такую находку ребята я нашла сегодня убираясь у мужа в документах ненужных и в нужных и оказалось это вообще сокровище ну для меня лично это сокровище и как раз таки в тему сегодняшний и праздник потому что я знаю что немцы очень очень сильно боялись десантников и боялись военно-морской флот это прямо на них ужас наводил и подвожу свои итоги пусть видео сегодня небольшое никуда я там не выезжала но зато находка думаю стоит того чтобы покопаться в старых вещах показать вам что вы порадовались за меня вспомнили свое и возможно нашли тоже свои ордена где-то запрятанные своих отцов дедов матерей бабушек может быть прабабушек и желаю вам всего самого хорошего мирного неба над головой где бы вы ни находились надо оставаться людьми надо верить в доброту войны всегда заканчиваются недопонимания всегда проходят в принципе в принципе я думаю что простой народ никогда друг с другом не воюет и не нужно воевать и не нужна гордыня такая мы живем миг один на планете а что-то делим поэтому надо любить друг друга надо верить друг другу надо помогать друг другу конечно вы скажете сейчас легко сказать да легко сказать трудно сделать особенно в наше время ребята это я знаю точно но надо пытаться если не мы то кто сохранит мир для наших детей для наших потомков поэтому с праздником еще раз всех россиян с праздником всех тех кто жил в СССР всех тех кто помнит этот праздник здесь нет ничего плохого здесь нет никакой как вам сказать подхалимства никакого чтобы вы мне не говорили там кто-то там не писал что я подхалимничаю к россиянам или так далее у меня очень много знакомых очень много родственников есть в России и я их тоже всех поздравляю с этим праздником я не буду кривить душой и говорить что я не люблю россиянов они плохие и так далее да все люди хорошие россиян да я их люблю как любила так и люблю потому что это часть моей крови у меня несколько кровей и почему я должна говорить что кто-то лучше кто-то хуже ко всем нациям я отношусь хорошо поэтому до новых встреч и пока-пока до новых встреч до новых встреч